Путин свои расходы увеличил до 31 миллиарда в следующем году и также на следующий год увеличил и оборонный бюджет, все это за счет серьезного повышения налогов. Ну и похоже, что трясти будут не только вот этих вот простых россиян, которых мы видели на видео, из которых особо ничего не вытрясешь, но и российские элиты так называемые. Вот как по-вашему, насколько долго готовы будут эти люди, я имею в виду те, которые имеют деньги на Россию, финансировать путинские империалистические идеи, исходя из того, что обходятся они все дороже и дороже? Неопределенно долгое время не существует. Понимаете, вот опять-таки представление о том, что наступит какой-то момент, когда элиты будут несогласны и что? Вот конкретно и что дальше? Нет ни малейших сомнений в том, что абсолютное большинство людей, которых по инерции называют олигархами, хотя они давно уже никакие не олигархи, и Путин действительно, так сказать, когда пришел к власти, он превратил олигархов в кошельки. То есть это при Ельцине были олигархи, это были богатые люди, которые влияли серьезно на решения федеральной власти. У них были каналы, они создавали группы лоббирования, они там влияли на политические решения, они поддерживали и фактически удерживали власть того же самого Ельцина. С приходом Путина все изменилось. Все эти люди, которых раньше называли олигархами, они просто путинские кошельки. А с кошельком никто не советуется, его просто периодически опустошают. И поэтому никаких шансов на то, чтобы изменить ситуацию у тех людей, которых раньше называли олигархами, не существует. Они недовольны, они все недовольны. Представить себе, что, например, какой-нибудь Дерипаска или какой-нибудь Авен или какой-нибудь Фридман или еще что-нибудь в этом роде будет довольным тем, что происходит, конечно, нет. Конечно, нет. Они все под санкциями, у них у всех проблемы с западным имуществом нажитым, непосильным трудом. Проблемы возникают в том числе у членов их семей, потому что у них у всех дети, внуки, жены находятся за границей, учатся за границей и так далее. То есть устойчивый, привычный образ жизни, когда они воруют в Россию, тратят за рубежом, этому образу жизни пришел конец. Но они панически боятся Путина. Они прекрасно понимают, что любое недовольствие им высказанное тут же приведет их в тюрьму. И к тому, что они превратятся сначала из миллиардеров в обычных российских миллионеров, а потом просто и в заключенных. Поэтому для них вариантов, по сути дела, два. Либо сидеть и платить оброк Путину, либо второй вариант попытаться каким-то образом выстроить свою жизнь за границами России. Как это делают вот эти ворюги из промсвязь банка, который, как выяснилось, крышевал все это время фонд борьбы с коррупцией. Либо другой вариант, как это сделал Тиньков, который просто разорвал все свои отношения с Россией. И, так сказать, открыто высказался против, ну просто-напросто выстраивает теперь свою жизнь на Западе, полностью разорвав с Россией. Но это не всем удается, да и не все смогут. Потому что многие из них находятся под санкциями на Западе. Так что здесь, ну вариантов какого-то бунта олигархического я совершенно не могу себе представить, как это возможно. Нет у них ресурсов для того, чтобы что-то изменить в этой политике. Ну вы говорите о том, что есть, скажем, люди, которые хоть и против, но продолжают жить на России. Есть и, которые выехали, так называемая российская оппозиция. Если говорить о Навальной, она не так давно заявляла о том, что она готова, скажем так, прийти, стать вместо Путина, переизбираться на России и так дальше. И вот накануне там украинская диаспора не дала ей закончить свое выступление в Лиссабоне. Как вы считаете, вот эта вот история, когда российская оппозиция, по сути, она не может сильно повлиять на российский народ, да даже и российский народ, который сам недоволен ситуацией внутри России, тоже сильного влияния ни на что не имеет. Не складывается ли у вас такое впечатление, что итог российско-украинской войны очень многое решит и на самой России? Безусловно. Ну, давайте некоторые точки над «и». Тут надо некоторые слова уточнять. Прежде всего, в России нет оппозиции. Ее просто нет. То есть оппозиция – это какая-то политическая сила, которая предполагает прийти к власти. На сегодняшний момент ни одна из тех групп, из тех людей, которые называют или которых называют оппозицией, не имеет ни малейших шансов прийти к власти в России. Ну, просто ни малейших. Та же самая Навальная. Сценарий, при котором Навальная принимает участие в президентских выборах в России и становится президентом, ну, я думаю, что это надо где-то искать на полке ненаучной фантастики. В том числе и потому, что вот недавно буквально Навальная дала большое интервью «Дождю», где, ну, говорила о том, что да, вот она претендует на высшую власть в России, но у нее нет плана, и плана вообще нет. И вообще, что делать, она не знает. Ну, и, так сказать, все, что она говорила, это в духе того, что раз, два, три, Путин уходи. Что Путин должен вывести войска, ну, как же так? Он же должен вывести войска. Почему он это должен делать, непонятно. Кто его заставит это сделать, тоже непонятно. Но как же так? Вот не может же быть в России, во главе России преступник. Спрашивает Навальная. При этом, а что, не было таких случаев, когда Россию возглавлял? Ну, Россию, которая тогда называлась Советским Союзом, возглавлял Сталин, а еще раньше возглавлял Иван Грозный и так далее. То есть преступники во главе России были, и небо не падало на землю. Но плана отстранения Путина от власти у Навальной нет. Должно случиться какое-то чудо, благодаря которому Навальная придет в Россию, примет участие в выборах, и зачем-то ее люди изберут. Еще раз говорю, вероятность такого события равна нулю. Что же касается того, что что-то должно измениться в России, ну, давайте некоторые точки над «и» тоже здесь составим. Я думаю, что на сегодняшний момент есть то, чего мы все хотим. Я думаю, что хотим мы одного и того же, по крайней мере, с вами. Мы хотим поражения России. Мы хотим, кстати говоря, Навальная на вопрос, хочет ли она поражения России, она возмутилась, сказала, ну как же так. Нет, конечно, она не хочет поражения России. Вот ведь в чем проблема. Она каким-то образом хочет, чтобы поражение потерпел Путин, а Россия поражения не потерпела. Как это возможно в нынешней ситуации, это большая загадка. Это тоже одно из чудес, на которые рассчитывают эти люди, которые почему-то называют себя оппозицией. Поэтому я прекрасно понимаю украинцев, которые возмущались, когда Навальная выступала в Португалии. Что же касается того, что в России, безусловно, произойдут серьезные изменения. Во-первых, они уже произошли. Причем изменения необратимы. Россия, я практически уверен, что Россия не выйдет из этой войны в том виде, в каком она в нее вошла. Сценарии разные. Есть очень плохой сценарий, когда вот тот террористический, фашистский режим, который в России сформировался, он сохранится и будет, так сказать, в результате это будет длительная стагнация, длительное гниение, и в конечном итоге результат будет тот же самый. А хороший вариант, при серьезном поражении России, я думаю, что Россия в том виде, в каком она есть сейчас, не сохранится. То есть распад Российской империи, который начался в 1917 году, продолжился в 1991 году, он имеет определенные шансы продолжиться. И как раз здесь вот та тенденция к деколонизации, кстати говоря, та же самая Юлия Навальная, категорически против самого понятия и самого процесса деколонизации. Я думаю, что это закономерный процесс. Так вот, эта тенденция, она есть, она существует, она никуда не девалась. Центробежные тенденции внутри России есть. На сегодняшний момент они нейтрализуются силой. То есть за призывы к суверенитету, к деколонизации в России положен большой длительный уголовный срок. И поэтому только силой удерживаются вот эти вот в свое время колонизированные регионы. Но опять-таки 24 февраля 1922 года Путин создал действительно серьезную перспективу для распада России. Я просто хочу напомнить, что первый распад России произошел в 1917 году после того, как Россия фактически потерпела поражение в Первой мировой войне. Второй распад России произошел после поражения в Афганской войне и после неудачной попытки переворота. Имеется в виду, тогда эта страна, Россия, называлась Советский Союз. По сути дела, это была та же самая Российская империя, только переодетая. Ну и в результате поражения в этой войне, если таковое случится, а я думаю, что этот исход в той или иной степени неизбежен, я думаю, что произойдет распад, третий окончательный распад Российской империи. Вот тогда откроется какое-то окно возможностей. Какая-то часть этих территорий получит возможность к евроинтеграции, какая-то часть будет двигаться в другом направлении. Но это уже, скажем так, это другая страница истории, в которую заглядывать довольно сложно. Там уже начнутся малопредсказуемые процессы. Но в любом случае то, что из этой войны Россия выйдет в другом виде, чем она туда залезла, для меня это совершенно очевидно. Как вы считаете, вот распад России и поражение России, каким оно может быть? Путин говорит о том, что ядерная страна, она не может одержать поражение. То есть, и на самом деле, мы понимаем, что Путин может применить ядерное оружие в любой момент. Вот поражение, как оно чисто даже теоретически может быть? Что это для России? Да, очень правильная постановка вопроса. Спасибо. И я просто сразу некоторые вещи хочу уточнить. Во-первых, откуда взялось убеждение, что Путин может применить ядерное оружие в любой момент? Ну, то есть, теоретически, конечно, да, ядерное оружие есть, и его можно применить. Но будет ли это делать Путин? Потому что все-таки основная ценность для Путина, помимо имперских ценностей, это его собственная жизнь. И я думаю, он прекрасно понимает, что применение ядерного оружия – это смертный приговор прежде всего самому себе. Потому что ответный удар будет таким, что прежде всего этот удар будет по военному и политическому руководству России. И вряд ли кто-нибудь уцелеет. Совсем недавний пример, когда в глубокой шахте, в глубоком бункере руководителя Хамаса достала ракета. Достала. В глубоком бункере, хорошо укрепленном. Так что это такой наглядный пример для Путина. Не спрячется нигде. Продолжение следует.